Это закон о дебилизации общества. Не вся Единая Россия поддержала. Даже. Гарантия, что условия не будут изменяться, это как раз то, во что люди начинают верить. После того эксперимента с пенсионной реформой, как мы можем верить таким экспериментам? Это закон не для регионов. Это закон не о деньгах. Это закон для людей, которые хотели бы выйти из тени. И вот этот закон и эта технология сделана под то, что хотели люди. И десятилетняя гарантия, что условия не будут изменяться, это как раз то, во что люди начинают верить. Это 290 тысяч, которые поверили, что государство их не обманет. И вот смысл этого закона, смысл того, что мы предлагаем, чтобы вот это доверие укреплять. Поэтому расширение идет. Кстати, очень интересно, что больше всего предлагают расширить на те регионы те как раз депутаты, которые... Пожалуйста, добавьте время. Андрей Михайлович, повторите ваше последнее предложение. Спасибо. Последнее предложение, что в основном предлагают расширить на регионы как раз те депутаты, кто категорически выступали против этого закона как в прошлом году, так и сейчас. И когда вам говорят, вы говорите о том, что выходят из индивидуальных предпринимателей, переходят сюда, нет перетока из индивидуальных предпринимателей. А сказал я совершенно другое. То, что у нас недобросовестные работодатели, некоторые сегодня, чтобы не платить за людей в пенсионный фонд 30%, говорят, мы тебя переведем, будешь теперь самозанятый. Мы с тобой эти деньги, которые пойдут в пенсионный фонд, поделим. Вот в данном случае нам нужен механизм создать, и нам нужно реально полгода с налоговой, чтобы создать механизм против недобросовестных работодателей, чтобы защитить людей, которых сегодня на самом деле лишают пенсии. А все остальное это демагогия. Уважаемые коллеги, этот закон не о налоге. Это закон о дебилизации общества. Вот с этой самой трибуны звучала цифра. 30 миллионов людей, которые не работают и не платят никаких налогов. 30 миллионов, плюс 4 миллиона безработных. 34. Это половина всего населения трудоспособного возраста. Половина. Сегодня смертность предприятий опережает в три раза их рождаемость. Такая статистика уже тоже есть. Идет массовое увольнение учителей и врачей. Это вы тоже знаете, это звучало с этой трибуны. Мы выгоняем из сферы производства людей в сферу вот этих самых самозанятых. Это половина трудоспособного населения. Половина. Чем занимаются эти самозанятые? Таксисты, продавцы, няни. Значит, даже если человек владеет компьютером и работает в социальных сетях, это тот же самый землекоп, но только с компьютером. Потому что он ничего не изобретет. И вот эти люди, которые раньше работали учеными, учителями, врачами, работали на токарных станках с числовым программным управлением, они скоро потеряют свои навыки и перестанут быть квалифицированными специалистами. Эти люди уже не изобретут космический корабль, они не изобретут космическую энергетику, они не изобретут пороха. Это будут люди, которые занимаются случайными заработками и не смогут работать в высоких технологиях. Сегодня закрываются предприятия. Мы вместо того, чтобы здесь бить тревогу, почему они закрываются, чтобы направить все усилия и Думы, и правительства на то, чтобы импортозамещение пошло на самом деле, чтобы открывались заводы, фабрики, чтобы мы наращивали высокие технологии. А мы говорим, не надо. Давайте всех загоним в один мешок, вот в эти самозанятые, и пусть они там барахтаются в случайных заработках. А тогда как же указы президента, как же национальные проекты, кто их будет выполнять. Вот эти самозанятые, вот эти таксисты и охранники, не смогут они этого сделать. Поэтому нам надо от этого-то отказываться. Нам надо развивать страну в соответствии с указами президента и национальными проектами. А этот закон не помощник нам, к сожалению. Спасибо. Спасибо, Николай Васильевич. Пожалуйста, Нилов Олег Анатольевич. Справедливая Россия. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги, фракция «Справедливая Россия», образно говоря, будет голосовать ногами. Мы не будем голосовать за этот эксперимент, который предложено распространить на половину населения России. Это что за эксперименты такие? Вам недостаточно трех-четырех округов? Продлите эксперимент, организуйте нормальную рабочую группу, в том числе и из депутатов. Вот Олег Шейн говорит, почему там нет наших представителей. Подведите итоги, не экспериментируйте на всей стране. Особенно после того эксперимента с пенсионной реформой. Как мы можем верить таким экспериментам? То, значит, пенсионную реформу вы нам тут агитировали принять, потому что рабочих мест не хватает, где якобы, то потом на следующий год начали всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю. Понимаете, какие шарахания, какие эксперименты? Это несовместимые вещи. Так же, как несовместимые вещи здесь нам вот так провозглашают, что это выгодно будет и региону, и стране, и налогоплательщикам. В налоговой сфере не может быть выгодно всем. Понимаете? Не может быть выгодно и овцам, и волкам. Поэтому, конечно же, крайними здесь будут те самые люди, которые оказались без работы, не по своей воле нет работы, особенно на селе сегодня. Да, они инвестировали, нашли какие-то деньги. Да, они создали себе рабочее место, так за это им надо заплатить. Да, их надо мотивировать. Хотите их поддерживать, хотите их администрировать, посчитать? Посчитайте. Денег с них не берите. Дайте им мотивацию. Дулевой процент кредитный. Лучше с отрицательной ставкой. Дайте им такую помощь и поддержку. Нет. Надо их сосчитать. А дальше посмотрим, что будет дальше. И параллельно с этим мы 10-15 раз выходим на эту трибуну и говорим, давайте проведем эксперимент с прогрессивным налогом. Там всего 20 тысяч. Вот сегодня в повестке дня законопроект наш очередной. Для тех, у кого больше 24 миллионов доход по году, на 5 процентов давайте увеличим НДФЛ. Нет. Почему? Администрировать сложно. Сложно за ними бегать. Они уйдут в тень. Они уберут туда. Как это так понять? Вот тут миллионы людей администрировать, находить, работать с ними, тратить время, деньги можно. НДФЛ нельзя. Налог на роскошь нельзя. Почему? Эксперименты идут только в одну плоскость, в одну сторону. Поэтому таких законов, уважаемые коллеги, лучше не предлагать даже. Особенно в тот период, в который мы все входим, уже вошли в подготовке к следующим очередным выборам. Вот такие эксперименты точно не приведут к победе вас, уважаемые коллеги, из партии власти. Спасибо. Что касается предлагаемого расширения эксперимента. С одной стороны, да, регионам это выгодно, это дополнительные доходы в бюджет. С другой стороны, выгодно это влияет на статистику. Граждане, они получают доход, они уже числятся не безработными, они получают доход. Уже людей, кто находится за чертой бедности, не имея официального дохода, станет меньше. Кроме этого, граждане, действительно занимаясь определенной деятельностью, находятся в правовом поле. Если мы правовое государство, нужно находиться в правовом поле. И вот лично я, например, если бы сдавал квартиру, мне проще стать самозанятым, платить 4% и быть защищенным от любых правоохранительных органов, от любых проверок, понимая, что я все делаю законно и легально. Но одновременно с этим мы в ЛДП разделяем и опасения, и высказывания негативно тех граждан, которые говорят, мы не от хорошей жизни работаем, например, уборщиками, приходим на предприятие или приходим в частную квартиру, получаем копейки, и вы хотите, чтобы из этих копеек еще уходил налог. Мы разделяем их тоже позицию обеспокоенность, поэтому только добровольно должно быть. Мы разделяем опасения, и мы видим, как деградирует рынок труда, о чем Андрей Михайлович говорил, когда работодатели понуждают граждан, которые являются их работниками, менять статус на самозанятых. У них прекращаются трудовые отношения, у них не формируются пенсионные права, у них нет полноценной защиты социальной, и сиюминутно, может быть, им это выгодно, но в последующем это ляжет на плечи государства, когда нужно будет выплачивать социальную пенсию этим гражданам. Кроме этого, абсолютно прав депутат Ефимов, у нас уже на рынке такси стали работать самозанятые, и вот всплеск аварийности в Москве, это в том числе последствия того, что у нас самозанятые граждане в нарушении режима труда и отдыха работают в этой сфере, а агрегаторы по федеральным каналам рекламируют, стань самозанятым и приходи работать в такси. Такси вообще должна быть выведена из этой сферы, поэтому есть свои плюсы, есть свои минусы. Мы воздержимся. Ставится на голосование второй вопрос нашей повестки о проекте федерального закона, внесении изменений в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению специального налогового режима, налог на профессиональный доход в городе федерального значения Москве, Московской области, Калужской областях, а также в республике Татарстан. Татарстан. Третье чтение. Включите режим голосования. Кто за? Третье чтение. Покажите результат. Федеральный закон принят. Но, обращая внимание, Андрей Михайлович, в его поддержку высказалось всего лишь 296 депутатов. Это должно нас с вами мотивировать на то, чтобы мы все-таки старались при рассмотрении законов, внесении норм, которые дальше становятся предметом дискуссии, выходить с предложениями, которые будут понятны и поддерживаться большим количеством депутатов. Не вся Единая Россия поддержала. Даже. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.